Продолжение следует... Продолжение следует... Правила дорожного движения в нашей студии проверит Ольга Спиридонова-Ника, отличник культуры Республики Саха-Якутия, артистко-государственного театра эстрады. Ну а в начале нашего выпуска по традиции мы предоставим вашему вниманию обзор происшествий на автодорогах нашего региона. В Алданском районе 10 октября было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получили травмы 5 человек. 10 октября в 13 часов 40 минут на 558-м километре федеральной автодороги Лена 30-летний водитель, управляя автобусом «ГАЗ», двигаясь со стороны города Нерингри в сторону города Алдан, не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым самосвалом. В результате ДТП травмы получили 5 пассажиров автобуса. Всем пострадавшим медики диагностировали ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение. В Мегино-Кангаласском районе рискованный обгон на крутом повороте стал причиной дорожно-транспортного происшествия. 12 октября около 15 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге Колыма произошло ДТП, имеются пострадавшие. Предварительно установлено, что 56-летний водитель, управляя автомобилем марки «Тойота Филдер», двигаясь Татинского района в направлении города Якутска на 48-м километре федеральной автодороги Колыма, во время движения на опасном повороте выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, видя перед собой дорожный знак «Обгон запрещен». Впереди двигающийся автомобиль «КамАЗ», в результате чего допустил столкновение с автомобилем «УАЗ», который двигался ему навстречу по полосе встречного движения. В момент ДТП все участники были пристегнуты ремнями безопасности, однако в силу серьезной аварии с причинением значительного вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, Мегино-Кангаласскую ЦРБ с серьезными травмами были доставлены и госпитализированы 4 человека. В Алданском районе водитель госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, 14 октября около 13 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило сообщение о том, что на 582-м километре федеральной автодороги Лена произошло дорожно-транспортное происшествие, имеется пострадавший. В ходе проверки информации установлено, что водитель 79-го года рождения управлял грузовым самосвалом, двигаясь со стороны города Алдан в сторону города Нерингри, с неправильно выбранной скоростью, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением транспортного средства, совершил съезд проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. А мы продолжаем. Обучение в автошколе – это необходимый этап, без которого вам не стать водителем и не получить водительское удостоверение. Лишь окончив автошколу и успешно сдав экзамены, вы сможете управлять автомобилем на законных правах. Какие особенности, сроки, качества обучения в автошколе – обо всем этом мы узнаем в следующем сюжете. Прежде чем кандидат водителя сядет за руль, он должен освоить азы теории правил дорожного движения. С преподавателем он изучает ПДД, дорожные знаки, разметку, систему штрафов. Стандартный срок обучения в автошколе – примерно 3 месяца. Автошкола готовит кандидата к итоговому тестированию в ГАИ, предоставляет в инспекцию его документы, договаривается о сроках сдачи для каждой группы. В ГИБРД можно экзамен сдать через госуслуги записаться, либо подойти организованной группой, это с учебным учреждением, а также в порядке живой очереди. Теоретическая часть принимается за компьютером, то есть за терминалом специально, там 20 вопросов, выделяется 20 минут времени на это. В случае, если кандидат водителя сдал успешный теоретический экзамен, назначается практический экзамен, то есть вождение. В случае, если не сдает, то есть если выставляется оценка «не сдал», то повторный экзамен назначается через неделю, то есть это значит вторая и третья попытка, там промежуток недели, то есть 7 дней. А если уже курсант не сдает с третьей и последующих попыток, то есть там уже месяц, на пережив, то есть месяц, но не позже трех, должен подойти на пересдачу данных кандидат водителей, которые не сдал экзамен. Первое занятие по вождению – стрессовый, но интересный опыт для учеников. Обычно новичка учит настраивать зеркала и регулировать сидения, правильно трогаться, тормозить, выполнять разворот на безопасном участке дороги. Инструктор постоянно находится рядом. Его место должно быть оборудовано педалями, сцеплением и тормозом. Также проводятся плановые проверки со стороны госавтоинспекции в учебных учреждениях. Проверяется материальная база, то есть соответствие учебных классов, где обучают теоретическую часть. Также проводится проверка транспортных средств учебных. Все должно соответствовать, то есть учебная машина должна быть обозначена, то что она учебная, дополнительные зеркала должны быть установлены, дополнительные педали, то есть у инструктора, то есть у экзаменатора и у инструктора, то есть на пассажирском сидении, дублирующие называется так, и должны быть установлены камеры, то есть согласно постановлению 1097, там получается передний обзор, задний, и на органы управления транспортных средств, то есть на руки и на ноги, то есть камера должна быть отведена обязательно. Госавтоинспекция рекомендует выбрать грамотную автошколу, обучаться у опытного инструктора, а также соблюдать правила дорожного движения, с особой бдительностью и уважением относиться ко всем участникам дорожного движения. Друзья, ну а следующая тема, которую мы поднимем в рамках нашей телепередачи, звучит следующим образом, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях. И мы проведем небольшую беседу с нашей гостью в этой студии, это инспектор группы пропаганды городского ГИБДД, Владелена Охлопкова. Добрый день. Здравствуйте. Владелена, скажите, в какие ДТП больше всего попадают юные участники дорожного движения? Ну, давайте начнем со статистики. У нас с начала года по городу Якутску зарегистрировано более 40 ДТП с участием детей автоаварий, и в них дети получили травмы. У нас еще с большим сожалением в этом году есть ребенок, который погиб на месте происшествия. Ну, какая категория детей, участников дорожного движения попадает? Больше это, наверное, все-таки пешеходы. А в летнее время это велосипедисты. Они как бы идут вместе, по статистике, ну и после этого пассажиры. Вот. У нас в статистике распределяются пешеходы, дети пешеходы виноватые, и дети пешеходы не виноватые. Ну, виноватые, это значит, кто перебегал дорогу, кто выбегал из-за стоящих машин, домов и тому подобное. Ну, как мы тут считаем, да? Виноватые дети, это не их вина. Это вина все-таки родителей, взрослых, которые в свое время не показали, не рассказали, не были для ребенка личным примером, да? У нас на дорогах, как видим, сплошь и рядом нарушают. Взрослые это дети тоже видят. Были случаи, когда вот именно девочка на проспекте Ленина, она вот объяснение, когда у нее берем, она прямо так и рассказывает. Стояла, ждала зеленый сигнал светофора. Горел красный, машин не было. И все взрослые начали переходить дорогу. И она вместе с ними тоже начала переходить. Но это же взрослые, как она вот поясняет нам, да? И тут мимо проезжающая машина сбила этого ребенка. Она получила травму. Вот таких случаев есть они. Поэтому это не вина детей, это вина взрослых и непосредственно родителей. Ну вот я думаю, что взрослые населения, оно как бы либо на собственном опыте, либо человеку взрослому можно спокойно все объяснить, и он сделает для себя выводы. Вот с детьми, наверное, не совсем так. Вот на ваш взгляд, какие методы профилактики, методики, может быть, наиболее эффективны при работе с детьми в плане профилактики ДТП? Наоборот, мне кажется, дети больше, быстрее понимают. Если им доходчиво объяснить. Ага, вот мы каждый месяц стараемся охватить все школы. То есть каждый месяц мы к ним приходим, рассказываем, разговариваем с ними, да? И вот когда до ребенка, доходчиво ребенку объясняешь, что это прежде всего его безопасность, что это прежде всего его жизнь и здоровье, да? И что-то нужно беречь. И я даже иногда говорю так, что тут надо быть эгоистом, говорю. Вы эти правила соблюдаете не ради кого-то, а ради самого себя. Когда вот идет разговор с ними, как диалог, да, они как бы становятся с ними наравне. Вот только тогда они тебя воспринимают. А вот сашеклассником и среднего звена там уже примерами. У нас примеров хватает. У нас ДТП продолжается. Поэтому примерами, примерами, примерами. Пример рассказала, все. После этого опять-таки пункт правил. Пример рассказала, пункт правил. Вот так вот они учреждения. Скажите, а в каких образовательных учреждениях вы проводите занятия, уроки? Во всех. Во всех? Да, во всех. Во всех стараемся. Ну, вот, например, сентябрь месяц, там в основном стараемся младших классов. Потому что, хотя родители должны их сами водить, но очень многие, ну, не могут, да, там работы и тому подобное. Поэтому, ну, первые где-то полмесяца, 10 дней еще они как-то с ребенком ходят. Ему показывают, как нужно ходить, да, покуда ходить, как безопасно ходить. А потом уже детей пускают самих. Поэтому сентябрь, октябрь, там с первой по пятой класс стараемся охватить. Ну, и может быть, в виде обращения к родителям несколько советов, как можно доходчиво ребенку объяснить о правилах дорожного движения. Так, уважаемые родители, самое главное, нужно быть личным примером для своего ребенка. И нужно помнить, что каждый пункт правил дорожного движения написан человеческой кровью. Про это нельзя забывать. И с малых лет нужно учить ребенку, даже вот, когда с роддома только вас выписывают, уважаемые мамочки, да, у ребенка уже должна быть своя люлька. Ага, кресло маленькое для ребенка. Это уже соблюдение правил дорожного движения. Вот, поэтому, пожалуйста, учите, разговаривайте, беседуйте с ребенком. Ребенок все понимает. Спасибо, Владелина. Мы вас благодарим за то, что посетили нашу телепередачу. И успехов в вашем труде. Спасибо. Вам также. Друзья, ну а мы двигаемся далее. И следующий у нас сюжет будет касаться детских площадок. Основные правила для детей-пешеходов. Ведь пешеходы – это одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены. И дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией. Как правило, пешеход получает тяжелые травмы. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста и школьников имеют огромное значение для сохранения их жизни. О работе Творческого объединения школьников «ЮИД» давайте посмотрим в нашем следующем сюжете. Наш отряд – автостоп. Наш девиз – всегда вместе, всегда. Учащиеся 27-й школой являются первым отрядом движения «ЮИД-автостоп». Мы стали свидетелями обучения новобранцев. Два ключевых лозунга, отражающих миссию «ЮИД-автостоп» – «Знаю сам, научу другого». Ребята с этим прекрасно справились. Наши ребята, инспектора дорожного движения «ЮИД-автостоп», они ведут пропаганду по изучению правил дорожного движения. Тем самым они вовлекают ребят начальной класса изучать правила дорожного движения и не нарушать их. Также мы тесно сотрудничаем с нашими родителями, которые являются, несомненно, нашими помощниками в нашей работе. Для них мы проводим тоже различные викторины, мастер-классы, игры, какие-то конкурсы. И, несомненно, они проходят эти конкурсы вместе со своими детьми. И начинают они переходить дорогу вот так вот. И только к концу они что делают? Наступают на пешеходный переход. Это правильно? Это неправильно, ребята. В детском подростковом центре города Якутска среди учащихся с 4 по 6 класс состоялось учебное мероприятие в виде игры по станциям, где каждая команда прошла определенные испытания. Ребята ознакомились с разными дорожными ситуациями, которые могут встречаться на дорогах нашего города. Тем самым учащиеся изучают и помогают друг другу запомнить правила дорожного движения. Я посетила уже в третий раз кружок ПДД. В принципе, тут очень интересно. Сегодня мы действуем по новой программе «Азбука дорог». Мы на насадили форуму ЮИД. Мы выступаем тут и проводим акцию. До этого мы проводили акцию «Подари безопасность маме». Сейчас проходим игры. Мы будем ездить вместе с ГИБДД и проходить, раздавать им открытки, останавливать пассажиров и водителей и дарить им открытки. Мы обучаем младших классов, чтобы они следили за дорогой, чтобы не было аварий, всякое такое, чтобы не нарушали правила дорожного движения и чтобы знали их. Отряд юных инспектора движения – это творческое объединение школьников, которые помогают в школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения среди учащихся в своей школе. ЮИДовцы – это юные инспектора движения, то есть это наши самые-самые помощники в общеобразовательных учреждениях, дошкольных и вшкольных. У нас по городу в столице более 50 школ, и у нас там действует 20 отрядов. У них первостепенная задача – это у себя в школах проводить профилактику безопасности дорожного движения. С этим дети очень хорошо справляются, потому как у них есть ежегодный план работы. У отряда есть свое название, своя речевка, девиз, песня, своя форма. И дети очень хорошо активно работают, проводят профилактику по безопасности дорожного движения. Предупреждение аварийности с участием детей, воспитание грамотных участников дорожного движения – все это на сегодняшний день по-прежнему остается одной из важнейших задач государства и общества. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является грубейшим нарушением правилам дорожного движения Российской Федерации, которое может привести к трагическим последствиям. Какие последствия могут ожидать нарушителей, сообщает Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия. Одним из грубых нарушений правил дорожного движения и характеризующихся наиболее общественной опасностью является, как мы все знаем, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, к которому также приравнивается и отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Данная ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей 12.8 и 12.26 соответственного кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортным средством от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. В связи с последними изменениями в Уголовном кодексе уже Российской Федерации, в настоящее время действует статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за повторное совершение деяний, предусмотренных статьями 12.8 и 12.26. То есть это повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Но я сейчас с удовольствием хочу приступить к нашей любимой многими нашими телезрителями рубрики, где горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. Ну и по традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Ответит на них отличник культуры Республики Саха-Якутия, артистка Государственного театра эстрады Ольга Спиридонова. Ника, добрый день. Добрый день. Ольга, ну у нас традиционный вопрос. Скажи, какой у тебя стаж вождения? Стаж у меня 10 лет. В 2012 году я получила права, в этом году поменяла, да? И я уже все подзабыла, если честно. Ну, не волнуйся, на экране будут показаны все 10 вопросов, ну, а тебе нужно будет дать правильные ответы. Итак, давайте начнем. Первый вопрос. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Варианты ответов разрешено. Разрешено, если вы проживаете рядом с этим местом. И третий вариант запрещено. Вроде бы таких знаков нет, чтобы это запрещали, да? Стоянку. И, ну, думаю, что разрешено, что ли? Вариант номер один. Номер один. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков обязывают водителя грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн повернуть направо? Варианты ответов. Только B, A и B, только A, B и V. Так. Ну, вопрос. Какие из указанных знаков обязывают... Нет, не указаны все три, да? Только, значит, 2 знака в ладе. Ой, тогда, значит, A и B, давайте. Да? Второй вариант. Так, за выбираешь какой вариант? Второй вариант. А и B. Вариант номер 2. Ну, сложновато. Я думаю, ты грузовики не водила, да? Ну, у меня группа вводит грузовики. Хорошо, принимаем. Следующий вопрос. Должны ли вы уступить дорогу грузовому автомобилю в данной ситуации? Нет. Варианты ответов не должны. Должны, если он намерен? Не должны. Не должны. Вариант номер 1. Ну, а должны, если он намерен повернуть? Нет. Нет, я не должна. Не должна. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенных пунктов на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Опять грузовой, да? Ой, я вообще без понятия. 90, да? 90 километров в час. Вариант 3. Давайте. Хорошо. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить обгон? Нет, не разрешено. Знак стоит. Не разрешено. Да. То есть запрещено? Ну, так, подожди-ка. Запрещено, разрешено, разрешено, если скорость грузового автомобиля менее 30. Нет, давайте не разрешено. Первый вариант запрещено. Хорошо. Следующий вопрос. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Варианты ответов. Только водитель автомобиля А, только водитель автомобиля Б. Оба автомобиля. И никто не нарушил. Никто не нарушил. Никто не нарушил. Вариант 4. Принято. Следующий вопрос. Кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо? Варианты ответов. Вы вместе с водителем троллейбуса. Второй вариант. Водитель троллейбуса. Третий. В данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности водителей. Можно подойти поближе. Я с водителем троллейбуса, наверное. Вы вместе с водителем троллейбуса. Вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. В данной ситуации вы, варианты ответов, должны остановиться и можете продолжить движение только при открытом шлагбауме. Второй вариант. Можете объехать шлагбаум, так как светофор не запрещает движение. Должны остановиться и можете продолжить движение только при открытом шлагбауме. Еще принято. Вариант номер один. На каком расстоянии до встречного транспортного средства следует переключать дальний свет фар на ближний? 150 метров. Вариант номер 3. Принято. И последний вопрос. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи? Запрещено? Разрешено? Разрешено в случае крайней необходимости. Наверное, третий вариант. Вариант номер 3. Ну что, друзья, Ольга ответила на все 10 вопросов. И сейчас мы проведем разбор полетов. Для этого я представляю это место Наталье Ленских, преподавателю автошколы «Фаворит». Здравствуйте. Ольга ответила на 10 экзаменационных вопросов. И первый вопрос был. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Было очень много сомнений. И все-таки знаки, запрещающие остановку и стоянку в ПДД есть. Это один из них. Знак запрещает остановку и стоянку транспортных средств. Но учитывая дополнительную табличку, с которой установлен знак, дополнительная табличка нам говорит о том, что здесь зона действия знака закончилась. Вы дали правильный ответ. Какие из указанных знаков обязывают водителя грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн повернуть направо? Было очень много сомнений по поводу грузовых автомобилей. Но грузовые автомобили до 3,5 тонн, они входят в категорию «Б». И правила абсолютно такие же, как для легковых автомобилей. Правильный ответ здесь будет только «Б». Знак «Б» – это предписывающий знак, который предписывает движение только направо. То есть он говорит, все должны двигаться только направо. Остальные знаки не обязывают нас повернуть. Должны ли вы уступить дорогу грузовому автомобилю в данной ситуации? В данной ситуации, конечно, не должны. Вы дали правильный ответ. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенного пункта на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? На грузовом автомобиле до 3,5 тонн, так же, как и на любом автомобиле категории «Б», можно продолжить движение со скоростью 90 км в час. Правильно. Правильный ответ? Спасибо. Разрешено ли вам выполнить обгон? Знак «Запрещает обгон». То есть он запрещает обгон. Неважно, с какой скоростью двигается грузовой автомобиль. Обгон на данном участке запрещен. Правильно. Кто из водителей нарушил правило стоянки? Учитывая, что у нас есть знак «Парковка», и снизу дополнительная табличка, которая показывает способ постановки транспортного средства на стоянку. То есть все автомобили в этом месте на стоянку можно ставить только так, как стоит автомобиль «Б». А. Нарушил. Вы дали неправильный ответ. Кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо? В данной ситуации вы тоже ошиблись. Если все намерены двигаться прямо, перекресток у нас равнозначный, нерегулируемый. Знаков приоритета нет, значит мы смотрим на помеху справа. У всех будет помеха справа, поэтому водители должны разъехаться по договоренности. Есть же троллейбус. Да, троллейбус действительно есть, но троллейбус не имеет преимущества перед другими автомобилями, перед другими транспортными средствами, преимущество имеет трамвай, как рельсовое транспортное средство. Троллейбус не является рельсовым транспортным средством. Вы ошиблись. В данной ситуации вы, и вы дали правильный ответ, конечно, необходимо остановиться и продолжить движение, можно только после того, как откроют шлакбан. На каком расстоянии до встречного ТС следует переключить дальний свет фар на ближний? На расстоянии не менее чем 150 метров, это был правильный ответ, очень четко ответили. Спасибо. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственное средство при оказании ему первой помощи? Лекарственные средства пострадавшим давать категорически запрещено. Аптечки сейчас у нас вообще не содержат никаких лекарств, поэтому вы ошиблись. Запрещено. Я все-таки, Ольга, настоятельно вам рекомендую повторить правила дорожного движения. Видимо, 10 лет прошло уже, забывается, поэтому я рекомендую повторить. Спасибо. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие, уважаемые телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И до новых встреч в эфире.